Приятное путешествие Приближаюсь к переломному моменту, и одно только жаль, что прошедшие события уже не изменить. Стоп! Лучше обо всем по порядку. 14 июля в центре Москвы, в том числе у здания избиркома, прошла несогласованная акция. Ее участники требовали допустить к выборам в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, таких как Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин, подписи за которых забраковали и тем самым вычеркнули из списка кандидатов. Колонну сопровождали полицейские, объявлявшие, что акция не согласована с властями. В акции, по разным оценкам, принимало участие от тысячи до нескольких тысяч человек. Сначала митинг проходил без задержаний, однако после того, как участники стали устанавливать на ночь палатку, власть не выдержала и дала команду полиции. Я еще раз говорю, я вас предупредил, все, значит, ваша акция не согласована. Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! В результате задержано 38 человек, в том числе Любовь Соболь и Илья Яшин. Любови такой вариант развития событий не понравился. Какие требования ко мне? Что я нарушила? В отдел, пройдемте, вы только что убежали. Что я нарушила? Вы меня задерживаете незаконно, я ничего не нарушаю. Не трогайте меня. Извините, пожалуйста. Вы расследуете в отдел? Куда? На каком основании? Показывайте себе. На каком основании должна куда-то следовать? На каком основании? Отпустите ее! Вы задерживаете незаконно, вы незаконно задерживаете кандидата. Представьтесь, позовите основание задержания. Способоту! Способоту! Закончилось все тем, что пришлось спать в отделении полиции. После задержанных отпустили, составив протоколы по статьям о неповиновении законному распоряжению полицейского и о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, шествия, пикетирования. Любовь Соболь объявила голодовку, а протестующие решили выходить на акции каждый день. Спустить на тормозах не получится. Нужно отставить наши права, потому что если у нас украдут выборы в городскую думу, то что можно говорить о выборах в Государственную думу, выборах мэра Москвы или каких-то других вообще выборах? У нас сейчас крадут право голосовать за депутата, который будет работать в наших интересах. Я считаю, что свои права нужно отстаивать и не на кого больше рассчитывать, кроме как на вас, на людей, которым небезразлично судьба нашего города и нашей страны. Я считаю, что это политическое решение, и я объявляю голодовку. Я буду голодать, потому что я считаю, что сейчас мое право растоптано мэром Собянином Единой России. И свои права надо отстаивать. Наверное, это понял и глава Мосгорсбиркома Валентин Горбунов. Он пообещал встретиться с недопущенными кандидатами, которые пришли в назначенное время. Однако Горбунов отказался встречаться со всеми сразу и предложил лично побеседовать с каждым в своем кабинете. И самое главное, сделает это только 16 июля, после того, как решение о допуске или недопуске будет принято окончательно. Все, кто хочет, все останутся, и я приму. Речь шла в эфире «Эхо Москвы» о публичной встрече с кандидатами Московской городской области. Публичной встречи? Никакой не было. За закрытые дверями вам есть что скрывать? Нам нечего скрывать. Мы хотим вести открытые вещества политики. Вот так вот закрыли дверь. Вы все видели, что слова сейчас председателя Московской городской избирательной комиссии о его встрече. За этой дверью скрывается Валентин Павлович Горбунов. С нами встречаться со всеми он отказывается. Он хочет вот так вот без камер. Он очень стесняется сейчас камер. Хочет без камер встретиться с лично, с каждым. Кто-то даже встречался, мне сказали, что и отправить всех в суд. Это, конечно же, не встреча. Валентин Павлович Горбунов, человек, который уже 26 лет там работает, не желает с ними встречаться. Он сообщил, что находится на даче, работает в огороде. И уже сегодня он тоже отказался встречаться с этими кандидатами. Видимо, снова надо ехать на дачу поливать огурцы. И раз наш чиновник не хочет идти навстречу к кандидатам, мы идем к нему на дачу. Посмотрите, какая хорошенькая. 15 километров от МКАДа. Основной дом 900 квадратных метров. Рядом двухэтажный гараж. У главного дома классическое крыльцо с фонтанчиком. Двери дома, в отличие от дверей МОС и Сбиркома, распахнуты настиж. Сзади большая веранда, открытый бассейн, мангал для шашлычков, батут. Сам дом стоит на участке 24 сотки. Но вот смотрите, тут есть еще лесенка к соседнему участку. Это еще 18 соток в собственности у Горбуновых. И за лесом еще 24 сотки. Такой дом, ну и больше чем полгектара земли у воды, стоит 60 миллионов рублей. Где Горбунов взял 60 миллионов рублей, мы не знаем. Но зато точно знаем, что после того, как власть воров в России закончится, эта дача будет у него конфискована, а сам он отправится на скамью под судим. После этого кандидаты решили обратиться к Элли Памфиловой. Памфилова оказалась в отпуске и будет доступна только 22 июля. Путин и Единая Россия демонстрируют панический страх перед политическими конкурентами. Очевидно, нам давно пора забыть любые рассказы о популярности президента Путина и его партии Единая Россия. Последние несколько дней они только и делают, что доказывают нам, как перестали пользоваться поддержкой населения и панически бояться последствий. Сначала по всей стране исчезли кандидаты от партии власти. Вместо того, чтобы идти на выборы кандидатами от Единой России, все они пошли как скромные самовыдвиженцы. Но и этого оказалось недостаточно. И сейчас мы наблюдаем массовое и тотальное отстранение независимых кандидатов от выборов. Путинские кандидаты не могут с ними конкурировать. И для них единственный способ победить оппонента – снять его с гонки. Нечто подобное в небольшом масштабе происходило и раньше. Но в этот раз независимые кандидаты в Петербурге и особенно Москве зачищены полностью. Комиссии идут на прямые фальсификации, чтобы признать настоящие подписи за независимых кандидатов поддельными. И сейчас сеть заполнена возмущенными заявлениями граждан, подписи которых объявлены фальшивыми. Я сломать Лариса Ивановна. Я житель района Сокольники. Я собственноручно поставила в подписном листе свою подпись и дату. Я возмущена работой графологов, которые утверждают, что дата была поставлена не мною. И я буду отстаивать свое право где угодно. Я, Литвин Павел Арнольдович, узнал, что моя подпись в поддержку Ильи Яшина признана недействительной. Думаю, вы примерно поняли ситуацию. Во власти засели старые пердуны, которые не хотят ее отдавать тем, кто действительно может изменить систему и направить Россию в будущее, а не в прошлое. Это банальный страх, потому что прошлое – это они и есть. И вся надежда, конечно же, на простых людей. Эти наверху сами не сделают ничего. У вас нет позитивной повестки. Вот позитивная повестка. У вас нет кандидатов. Вот наши популярные кандидаты. Вы не соберете подписи. Вот подписи. Вы задержаны. Действительно, делали это президент решать, кому участвовать в выборах, кому не участвовать. Вообще, почему проводились такие консультации, например, по Навальному, что он представляет угрозу для власти? Если бы представлял угрозу, на выборы бы не пустили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!